В России, как ни странно, вообще нет традиции оппозиции. Если мы берем за некий образец оппозиции западноевропейского, то есть когда есть четкая идея, реально отличающаяся программа, программа, отличающаяся от правящей программы, когда есть, по сути дела, сформированный теневой кабинет министров, то есть когда есть группа людей, которая не просто готова обвинить в чем-то, но и дать позитивную идею. В России в основном идея скорее негативистская. И так было традиционно. То есть когда мы знаем, за что ругать, и по сути дела в этом плане, наверное, каждый второй человек оппозиционер нынешнему режиму, он сам может критиковать кого угодно. Но когда на вопрос, что нужно сделать, мало кто может ответить. И вот здесь как раз речь идет о качестве национальных элит, которые в России, на мой взгляд, и есть основная проблема. Проблема не в характере власти, а в том, что элиты сами не готовы заниматься поддержанием государства. И в этом плане есть критики режима, есть конструктивные критики режима, есть очень грамотные критики режима. Но вопрос даже не в их харизматических качествах, а в том, насколько они готовы предложить что-то, что действительно изменит характер страны. Лозунг демократии чудесен, но демократия осуществляется через институты. Из кого формировать эти институты? Опять-таки качество элиты. Другой вопрос, сколько нам нужно времени на формирование этих новых институтов? Ведь все начинается с тех проблем, которые есть базовые. Образование, медицина, просто взаимоотношения с обществом. И самое главное, доверие общества к государству. Самый большой вопрос, доверие общества к государству практически не состоялось. И отсюда же никакой оппозиции реальной в России быть сегодня не может.